Здравствуйте, дорогие друзья! Всем благословенного доброго утра и нового дня, в котором открываются возможности неба для каждого, кто это желает получить от Бога. И каждый раз, когда мы просыпаемся и знаем, что этот день подарил нам Господь, то важно с подарком принять мудрость, как этим распорядиться. Потому что многое бывает и на ниве бедных, но гибнет это от недостатка заботы, от недостатка понимания. И чтобы в нашей жизни не погибла ни одна возможность, для этого очень важно получить мудрость с небес на старте пути, на старте нового дня. А уж тем более, когда мы говорим о пути длиной в жизнь. И пусть в нашу жизнь придут сейчас те возможности, которые Бог предназначил для сегодняшнего дня. Это благословение, которое обогащает и печали с собой не приносит. Все, что дает Бог, оно бывает и вовремя, и на подготовленное сердце, и на открытые просторы нашей души. И пусть так будет и сегодня. Поэтому всем благословенного утра. И пусть благословение, оно просто почаёт сейчас на ваших головах, на ваших сердцах, в ваших домах. Все мы нуждаемся в том, чтобы Божьи возможности приходили в наши дома, чтобы им было уютно тут остаться. То есть мы с вами создаём атмосферу, при которой Господь будет прославляться в каждом дне нашей жизни. Поэтому я хочу, чтобы этот день был не исключением из Божьего правила для нас. И мы с вами просматриваем последние слова Давида. А значит, у нас сейчас концентрированное внимание на этих словах, чтобы понять, что же человек Божий, сладкий певец Сиона, помазанник, который достиг высот. Что же он говорит на финише своего жизненного пути, когда осознаёт, что переход приближается с каждой минутой. И прочитываем 23 главу, 2 стих. «Дух Господен говорит во мне, и слово его на языке у меня». Как важно понять, что Дух Господен говорит во мне. Какой Дух сегодня говорит в тебе? Можешь ли ты чётко для себя определить, что Дух Господен? Он во мне направляет мысли, во мне определяет слова. Кто-то скажет, а как я могу это узнать? По плодам, по результатам твоих слов. Если слово приправлено солью с благодатью, то это Божья природа. Если там есть мудрость совета Божьего, если там есть не контроль, а сердце, наполненное любовью и желание добра людям, которые из твоего опыта позволят им услышать не просто нравоучения, а услышать сердце любящего человека, который готов сейчас поделиться своим драгоценным опытом. Вот таким образом мы с вами узнаём, если слово, оно ранит, если слово, оно выражает боль души, а, кстати сказать, вы не сможете дать больше, чем то, что переживаете в данный момент. Если вы ранены, вы будете говорить из внутренности болезненной. Если вы в страхе, вы будете также строить свои какие-то пояснения, объявления и так далее, исходя из страха. И поэтому, если человек имеет внутри себя дискомфортные какие-то состояния, это обязательно будет сказываться на тех людях, с кем он соприкасается. Поэтому то, что вам хочу сегодня предложить, проверить, можешь ли ты лично про себя сказать или понаблюдать за своими устами в течение дня и проверить, какой же дух исходит из меня. Помните, когда-то в книге Иова прозвучала такая фраза, чей дух исходил из тебя, когда ты говорил эти слова. Поэтому каждый раз, когда будешь в течение дня произносить какие-то слова, подумай, какой дух из тебя сейчас выходит. Дух мира, дух согласия, дух любви, дух единства, либо дух осуждения, либо дух разрушения, либо дух обвинения, контроля и так далее. Поэтому наблюдать это наше право. Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня. Поэтому я желаю, чтобы его слово было в течение дня на наших устах. Небесный Отец, я благодарю тебя, что мы можем просить тебя об этом, так как человек сам не может до конца обуздать своего языка, но может наблюдать за тем, что происходит. Поэтому дай нашим глазам способность это видеть, а ушам слышать, чтобы распознать, где есть опасное слово, а где есть от тебя исшедшее, созидающее, исцеляющее слово. И мы принимаем эту способность победить то, что называется воспаляющим от гиены, чтобы в нашем случае язык питался от духа твоего живущего в нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok